Всем привет! В этом видео поговорим о том, как выполнить массовое переименование группы файлов Windows. Сделать это можно и средствами системы, например, в командной строке PowerShell или даже в проводнике, и такие способы описаны в статье, ссылка на которую есть в описании под видео. Но здесь поговорим о более продвинутых способах. В частности, о бесплатной программе массового переименования Advanced Renamer и Atotal Commander, где также есть утилита массового переименования группы файлов, которая работает отлично. Что будем переименовывать? Вы можете переименовывать любые свои файлы. У меня здесь папки с фотографиями. Фотографии сняты примерно в одно и то же время, но часть снята на телефон с такими форматами имен файлов, часть снята на фотоаппарат с таким форматом имен файлов. Начнем с Advanced Renamer. Скачать программу вы можете вот с этого сайта, ссылку я дам в описании под видео. Здесь есть как установщик, так и архив zip, не требующий установки, просто распаковали и запустили. В моем случае защитник Windows при первой установке почему-то поругался на zip-архив, но VirusTotal показывает ноль обнаружений, то есть антивирусов там чего-то опасного нет. Запускаем Advanced Renamer. При первом запуске вам предложат выбрать язык интерфейса, русский доступен, и откроется вот такое окно. Добавлять файлы сюда вы можете простым перетаскиванием, а можете открыть панель папок и выбрать на компьютере нужную папку. Я выбираю здесь, ремонтка photos1, нажимаю добавить. Здесь можно указать маску файлов, которые добавляются, в моем случае я добавляю все папки, но из вложенных под каталогов мне папки добавлять не нужно. Нажимаю окей. Файлы добавлены, видим список имен и предпросмотр нового имени файла. Теперь начинается самое интересное — переименование. Методы переименования, то есть шаблоны, настраиваются в левой колонке. Нажимаем добавить метод. После этого можете выбрать один из методов. В моем случае я использую новое имя. После этого вы можете настроить шаблон переименования. Давайте я покажу с самого начала. Например, я хочу переименовать фотографии следующим образом, так чтобы имя начиналось со слова фото, после этого был дефис, после этого был порядковый номер фотографии, для этого я включаю шаблон из стандартных тегов увеличивающее число, после этого ставлю дефис. Далее я хочу, чтобы в качестве имени фотографии использовалась дата съемки. Дату съемки можно достать из тегов изображений ЧПЕК. Я выбираю теги изображений, после этого добавляю день, ставлю дефис, месяц, дефис, год. Теперь мы видим какие имена приобрели у нас файлы, то есть новое имя файла будет выглядеть следующим образом. Остается один нюанс. У меня участие фотографий расширения большими буквами заглавными. Это мы тоже можем исправить, причем исправить разными методами. Смотрите, один вариант. Я добавляю сюда точка ЧПЕК строчными буквами. После этого здесь выбираю применить к имя и расширения и в итоге имею маленькие буквы. Второй метод. Здесь оставляю имя и удаляю ЧПЕК и сразу после этого добавляю еще один метод, который будет использован после использования первого метода. Добавить метод, новый регистр, нижний регистр и получаю тот же самый результат. То есть сначала изменяются имена файлов, потом они приводятся в нижний регистр. Таким же образом вы можете добавить замены, добавления и так далее, то есть создать свой собственный шаблон переименования. После того, как все готово, нажимаем запустить, подтверждаем запуск и файлы переименовываются. Если вы хотите переименовать и, например, перенести или скопировать их в другое место, для этого в пакетном режиме выбираем соответствующий пункт. Я думаю сможете разобраться, если полазить в программе, то возможности куда шире, чем я показал, я показал лишь основные варианты использования и от них можно уже плясать и дальше разбираться. С Advanced Renamer закончили. Теперь смотрим, как то же самое осуществить в Total Commander. Заходим в Total Commander, после этого выбираем папку, с которой будем работать, например, Ремонтка Photos, и выбираем те файлы, которые нам нужно массово переименовать. Сделать это можно разными способами, например, если я буду удерживать shift и потом стрелками указывать, то файлы будут выделяться. Еще один вариант — нажимать правой кнопкой мыши по именам файлов. Выбирайте любой метод на ваше усмотрение, это неважно. После этого заходим в файлы, групповое переименование, либо нажимаем клавиши Ctrl-M. Открывается вот такое окно. Здесь тоже поддерживаются шаблоны для имен файлов. Например, например, я хочу создать имя файла примерно такой же, как создавал только что в другой программе. Я ввожу фото, дефис, после этого номер счетчика из трех цифр с шагом 1 и нажимаю счетчик. У меня добавляется счетчик. После этого далее я хочу вставить дату, но мне не нравится формат даты — год, месяц, день. Для этого я могу зайти в плагины, дата создания и использовать иной шаблон, то есть, например, день, месяц, год, как было и в предыдущем случае. Окей. Далее. Далее я хочу изменить расширение на нижний регистр. Для этого здесь я выбираю все строчные и вижу ту же самую картину практически, что была и в предыдущем случае. Нажимаю выполнить и начинается переименование файлов. Готово. Надеюсь, здесь тоже все ясно. Вот, собственно, все. Если разобраться более подробнее, там, собственно, достаточно простое создание этих шаблонов, все теги описаны, вы сможете добиться нужных результатов с переименованием любых типов файлов для любых целей. Спасибо за внимание, удачи!